А сейчас несколько слов, что называется о хлебе насущном, а точнее качестве. Речь о новых правилах продажи продуктов. Что ждет покупателей в магазинах уже этой весной? Например, на кассе могут заблокировать продажу молочной продукции, если у нее истек срок годности. Будут проверять также воду и ряд других продуктов. Что нужно знать покупателям? Расскажем в нашем сюжете. Просроченные некачественные товары нередко встречаются на прилавках в магазинах. Наверное, каждый в своей жизни хоть раз, разбирая пакеты дома после похода в магазин, сталкивался с покупкой товара с истекшим сроком годности. Вот и Марина Евгеньевна недавно нарвалась на просрочку, но выход из положения нашла. Но это не беда. Если молочка, то или на творог, или на блины. Так что ничего страшного нет. Самое главное, чтобы, простите, не пахло. Валентина Николаевна рассказывает, что всегда тщательно смотрит дату изготовления и срок хранения. Особенно, если это касается кисломолочных изделий. Но бывают и промахи. Дня два-то все равно должно быть, как с собой. Попробуем, вроде ничего. Он не кислый. С 1 мая крупные торговые сети начали блокировать продажу просроченной молочной продукции. На кассе товар теперь проходит сканирование. Система показывает, есть ли товар в базе, не нарушен ли срок годности, нет ли запрета на его продажу госорганами. Если один из этих пунктов нарушен, высвечивается предупреждение. Носшество направлено на защиту прав покупателей. Таким образом, появилась возможность защитить потребителей от покупки просроченной молочной продукции. Некоторые торговые сети в рамках эксперимента уже установили эту систему. В результате удалось снизить продажу просрочки более чем в 30 раз. С 1 мая обязанность проверять молочные продукты в системе «Честный знак» будет только у крупных торговых сетей. Крупными считаются сети, которые имеют 50 и более торговых точек, принадлежащих одному юрлицу или группе юрлиц по одним наименованию. Планируется, что с осени такой режим начнут действовать во всех розничных торговых точках, которые продают молочную продукцию. Между тем, есть и такие категории граждан, которые преднамеренно берут просроченные продукты, но уже не в супермаркетах, а рядом с ними. Как правило, просроченные товары сотрудники магазинов выставляют рядом для утилизации. И спрос на них, как показывает практика, есть. Но это уже, как говорится, другая история, скорее касающаяся тем прожиточного минимума и роста цен на продукты.